Всем привет! Меня зовут Влад Давидович, я игрок профессионального уровня ФК Ашмиана. Плюс как-то мой индивидуальный предприниматель, продаёт бутсы. Начал я заниматься футболом лет 7, наверное. У меня знакомый рядом жил, мы вместе учились в дюшер-динамо. Он туда ходил, пригласил меня, я так начал заниматься. На асфальте родном, отбил все колени, пятки. Сколько там позанимался, не знаю, года 3-4. После этого на просмотр в ЗАО, в Кадинамо Минске еще считалось. В дюшер-динамо, в ЗАО-динамо. Пошел на просмотр, все как бы подошел нормально. Все остались с тех пор. Сколько я в ЗАО уже позанимался лет? Наверное лет 8, может каких? Ну да, дубля дороже. Все как бывает в дубле. Что-то где-то не подошел, все, контракты расторган. И свободное плавание. Так что вот такая тема. Ну а сейчас? Ну все, после дубля у меня там еще травмы были, операции, все дела. И я как раз в дубле ушел и не играл, сделал операцию. То есть промежуток времени пропустил. И все, попал, с тех пор в Ашмиану попал. И там не играю на сегодняшний день, до сегодняшнего дня. Трудности было как-то в карьере футболиста. На тот момент, как бы подростковый момент, было очень много. И травм очень много было. И зешори, и колени были. И пятки в этом болели. И сколько уже три операции сделал. То есть все трудности можно назвать. Ну, что еще там было? Конфликты с тренерами, такого не было. Да, всегда там волнуешься, переживаешь в таком возрасте. Играешь, не играешь. Обычное дело. Ну а вспышником у тебя? Великолепный у меня вспышником. Вы созваниваетесь, да? Да, созванивались. Он меня не взял, как бы в дубль не взял. То есть я в Динамо 2 потом отправился. В Динамо 2, кстати, я играл у Качуры. Потом Качуры сделали тренером дубля. И Качуры меня позвал в дубль. Год проиграл и все. Закончилась моя карьера в Динамо. Ну вот, было именно операциями. У меня уже 3 операции на пахе были. То есть до этого, как бы со шляторами эти колени болели. То есть, когда уже в ЗАО играл, там в начальном уровне. С пятками были проблемы. Да, блин. Или на стопе, то есть там трещина была. Хотя, если ты трещиной играл, то есть потом узнал, с ним взял, что у меня была трещина. Что у меня еще такое было? Ну это... Ну много было, знаешь. Ну это как бы... Закалял? Да, закалял от себя или напал. Ну были такие моменты, знаешь, как первая операция там на пахе. Я думал, нет, все как бы сделаю, все нормально. Там вторая так же, как бы ну... Третью я уже думал. Прям, может, это знак свыше, может, все уже не надо делать. Там успокоиться, а вообще не играть. Что-то знаешь, так... С девушкой поговорил, там, с родителями. Делал. Подважаете. Своя цель, как бы... Ну а психологически как-то? Тяжело. Как бы психологически тяжело. Просто разные... После каждой операции ты как-то по-разному восстанавливаешь. Иногда быстро ты можешь, иногда ты можешь там долго. То есть после третьей операции там... Даже к Тане Лавец ходил восстанавливаться. И... Очень долго после операции. Не мог месяца три. То есть я на нее тренировался, мне все равно болело. То есть... И... И... Я думал, что даже мне операция не помогла. То есть... Ну, было как бы непросто все так. Ну и психологически после травмы, знаешь, как бы... Пока вольешься в этот игровой ритм, со своими страхами и так далее, я буду бороться. То есть надо время какое-то. Это всегда тяжело. Никому не посоветоваться. Да. Врагу не посоветоваться. Контракт был сумасшедший по тем временам. Сколько я помню, это было 2 миллиона. 2 миллиона. На что я потратил? А, первое... Кстати, я тогда, в то время был контракт... Мне было 17 лет. Я... То есть я пришел контракт и чуть-чуть, там, через месяц пошел в автошколу. Направо, да. То есть у меня первая заплата, все, пошла на автошколу. Проплачивал автошколу. В Динамо Минске я проплачивал автошколу. Ну, тоже нормально. Ну, спасибо Динамо Минску за стаж 5 лет. То, что я сейчас за рулем. Ссылочку там описали. Ну, сейчас, мне кажется, уже больше ставку на молодых дел, чем раньше. Все равно, как в высшей лиге, мне кажется, все завязано на результаты, в основном во всех командах. И играют больше проверенные люди, чем молодые. Молодые – это надо время, это надо как-то больше довериться, где-то потерпеть, что где-то, может, у него не получалось. Поэтому, не знаю, у нас нет времени ждать во всех командах, поэтому мало доверяю. Либо дают шанс какой-то, но им надо воспользоваться, а у нас как-то этим очень тяжело, в основном. Женский? Так обычным играют, нет? Ну, там, я не знаю, там двоечки. Нет, женский футбол будет проще с двоечкой, наверное. С двоечкой, да? С двоечкой будет какой-то дискомфорт, знаешь. Ну, дискомфорт будет. Проще с двоечкой. С двоечкой. Надо больше сексом, наверное, заниматься. Салатаро. Причем все придумать. Ну, как бы это придумать вообще? Цвет, настроение, не знаю. Это же творческие люди все. Помешиваем. Ну, зашла песня, смотри. Да, сидел просто и выдумал, блядь, чай, пил. Что, ерунду придумай какую-нибудь, да, и пробуй, зайдет, не зайдет. Стокбутс, конечно, все заказал. Хотя, хотя сейчас сижу в рвановых джинсах. Я как знал, блядь. Ладно. Ты можешь сказать, что я пидорас. Нет, ну это как бы. Стокбутс. Стокбутс, стокбутс, ссылка там. Да, туда-сюда, да. Где у тебя там место будет? Где у тебя там место? Не, ну так быстро ответить. Надо вдуматься вообще, почему цыгане моются и воняют все равно, да? Не знаю, может ты не знаешь, под воображаемым душам это. Фоткаться, как на кофе. Да, так интересно. Нет. Да. Нет. Ронал. Какой сорок? Зинамо? Конечно, сорок. Дима лучше. У Димы есть хорошие задатки, но характера, знаешь, работать больше над собой. Но голевое чутье у него, как у сороки есть. По интеллекту, по таланту, мне кажется, не на одном уровне, а в характере. Чем я занимаюсь? Играю в футбол, получаю это удовольствие, но не как деньги. Ну и параллельно, чтобы проживать, как-то жить, занимаюсь, продаю. Вот, футбольный. Скоро, думаю, может, магазинчик открыл. Ну, есть какие-то... Мечтать как можно? Можно всю жизнь мечтать о чем-то. Знаешь, какие-то есть цели, которые я стремлюсь как-то что-то достичь. Ну, есть. Ну, и в футболе, конечно, знаешь, как бы, где бы я там не играл, все равно хочется как-то по максималке выкладываться, играть как-то. Ну, и при этом... и зарабатывать еще. Поэтому... Есть, конечно, цель, есть. Да, кстати, вот я задумался об этом. Задумался как-то... Уже не один раз. В детстве, мне кажется, я не так относился. Не так относился к тренировкам, возможно. У меня в детстве было, может, не то психологическое состояние. Это очень важно. Может, я был не такой устойчивый, как бы, может, не все получалось. Сейчас, конечно, я отношусь намного лучше. Как-то уже... Не знаю почему, как-то... Открылись глаза на что-то больше. Но в детстве, возможно, бы я относился бы по-другому. Потому, знаешь, как бы... Был в «Динамо», были хорошие условия, да? Потом ушел в «Динамо». Посмотрел, что надо было оценить то, что тем было. Все-таки, да... Относился, наверное, по-лучшему. В футбол как наркотик, знаешь. Без футбола... Вот я не могу, знаешь, дома посижу там день-два. Все. Хочется играть, что-то делать. Хочется такое. Поэтому... Ну, футбол очень... Важную часть составляет в моей жизни. Какой бы он там ни был, любительский, нелюбительский, но... Тяжело не играть. Всегда хочется. Всегда хочется, да. Ну, потому что посвятил всю свою жизнь, знаешь. Крутишься, общаешься. Это все. У меня уже девушка, знаешь, со мной. Мы там долго уже встречаемся. И она уже футбольными фразочками выражается, знаешь. Ну, окунулся в эту тему, поэтому... Потому что, знаешь, в субболной жизни. Ну, есть один анекдот, блин, не знаю. Как говори, постоянно. Там друзья постоянно рассказывают. Ну, как еще. Сидят два кума, выпивают. Да. Ну, разливают. Один в другом. Кума. А вы знаете, что вы николу не заболеете спидом? Такое... Почему кума? Кума, потому что вы гандом. Ну, вот это единственное, которое я, знаешь, так запомнил. Так читаю, где-то иногда слушаю, но память мне не откладывается. Это единственное, которое я запомнил. Ты молодец, что посмотрел это видео до конца. С тобой был Влад Давидович. Ставь лайки и колокольчики, все дела, подписки срочно. С вами был проект На Бану.